Я ж лодырь, тунеядец, я не работаю нигде. И как таких земляносит? И как таких земляносит? С виду такой неприметный фордик, форт транзит. Открывай. А внутри кроется самое вкусное. Просто вообще бомбезная штука. Дом на колесах. У тебя вот это что, крыша, да? Крыша подъемная. Поднимайся, там спальня. Трое детей или два взрослых со свистом. Охренеть, то есть кровать. А 220 есть тут, нет? 220 внешне, если подключаешь. Так стоит два аккумулятора. И второй питает всю домашнюю систему, включая холодильник. Я тут Денису предложил такую тему. Мне же осталось в кругосветку еще 4 города проехать. Могилев, Оршу, Витебск и Полоск-Новополоск. Я ему предложил совместную поездку организовать. Спальный вагон у него есть. Возможности есть. Пишите в комментариях. Было бы вам интересно, чтобы кругосветка вышла в двух экземплярах. То есть на моем канале она будет в видео формате выходить, а на его блоге в живом журнале будет в текстовом формате выходить. По-моему, идея очень классная. Нужно, чтобы вы написали как можно больше комментов. Подписались на мой канал. Да, я оставлю, кстати, ссылку на канал, на ЖЖ Дениса. И давай хэштег какой-нибудь придумаем. Пишите в комментариях хэштег Денис Еть. Он посмотрит, если будет нормальный отклик, нормальное количество комментов, нормальное количество лайков, то в ближайшее время мы вырвемся на 2-3 дня. Дядом пары дней нам плать, чтобы доехать. И отправимся продолжать кругосветку. Я думаю, что всем будет интересно, поэтому сейчас все зависит от вас. Все, спасибо, что не подвез. Читаю сегодня и завтра читай комментарии под этим видосом. Но я всегда вечером выложу, как обычно. И подпишись второй раз по вере. Понял. Вот. Все, в общем, жду от тебя ответственность. Открывать ответ. Давай, давай, пока. Ой, блин, очки забыл. Теперь буду ходить сегодня. У меня глаза будут опять как куриная жопка на кадре. Потому что нифига не вижу. Слепит солнце ярко сегодня. Вот что меня вымеляет здесь. Штук 10, наверное, таких вот с питьевой водой. Колоночек. Прямо на пляже. Здорово. Можно жевательной колбаской? Бег. Все, зашла у тебя колбаска к галереи вкуса? Скажи, вкусная или нет? Понравилось? Ты целый день так бегаешь? Ну, она до этого больше на суше была. А сейчас она туда-сюда бегает. Колбаски по мячику. Сначала она поморщилась. Типа, я это не буду. Она же копченое вообще не ест. Потому что она там перцовая. В случае спец, а эти ей понравились. Купалась уже, нет? Нет. Пойдешь? Я только Ксюшу затащила. Пойдешь купаться? Ну, да. Ну-ка иди, потом я. Ну-ка, водичка. Клевая водичка. Но мне все равно холодно. Я мерзля. Я вся в мурашках. На улице 30 градусов жары. Надо снимать. Не, не надо. Ну давай. Нет. Ну погри. Нет, нет, нет. Что ты делаешь? Что делаешь? На, ты иди сюда. За мороженым пойдем? Дипа, будь на пирогу. Ручки помой. А его никто не сломает? Да нет, наверное, зачем могут вам. Это когда оранжи? Это манго. Один шарик, да? В рожочек. В рожок тебе? Или ты, или в так, как в коробку? Стаканчик. Ну что, порядок? Доволен? Кто там меня пугал ценами в Крыму? Года два назад, ну уже, да, года два как, цены в Беларуси тоже выросли просто неимоверно. Вот сейчас купил хот-дог. Обычная сосиска и кусок булки. Триста... Три, сколько? Тридцать пять тысяч на старые. 120 рублей. Вот за кусочек булки, кетчупа и сосиски. А вы говорите, крымские цены. Сколько в Крыму такой будет бургер стоит? Такой хот-дог? Пишите в комментариях. Я думаю, рублей 60-70 максимум. На самом деле, белорусская сказка для россиян закончилась, я думаю, года два назад, когда вот эти все скачки долларов произошли и всего остального. Почему? Потому что в Беларуси все привязано к доллару. В первую очередь, в нашей случае, допустим, ударило по карману аренда квартиры. То есть, если мы снимали там двушку в среднем обычно 400 долларов, это было 12 тысяч, то сейчас она уже стоит там по 30 тысяч, потому что в долларах. По ценам сейчас вот, например, арендовать квартиру в Минске стоит двушку, ну, 20 тысяч это совсем такая ушатная, в среднем где-то 25 на российские рубли. По поводу продуктов, я вспоминаю те времена, когда мы могли в какую-нибудь кафешку зайти, в нормальную, приличную, и на 300-350 рублей объесться до отвала. Сейчас то же самое ты купишь рублей за 600-700, а то есть за 1000. При этом цены на продукты именно в магазинах, в магазинах именно белорусского производства, они не так сильно выросли, в среднем где-то процент, наверное, 15, может быть, 20 от силы. Вот, поэтому сложно сказать. С одной стороны, как бы, цены невысокие. Ну, вот по той же квартире, допустим, коммуналка, то есть тоже, как мы платили два года назад 30 долларов, ну, 20-30 долларов, то мы и сейчас платим. Но сумма, естественно, стала совсем другая. Вот, вот такие вот, друзья, дела. Не знать, что в Беларуси плохо стало жить, еще что-то нет, абсолютно просто констатация факта. То есть цены на многие вещи действительно выросли. И если вы там собираетесь перебираться, считать, надо учитывать. Рассчитывайте на уровень цен, как в Питере. И не ошибетесь. То есть он примерно такой. При этом, да, качество продуктов, оно все-таки намного выше, чем в том же Питере. Вот это так. Короче, Юлька воткнула. Ведет стрим с пляжа. Стрим идет в полный рост. Что, теперь вдвоем стримить? Еще раз. Восемь с половиной. В Беларуси для меня всегда был только один минус. Я всю свою жизнь мечтал жить на берегу моря. Чтобы до моря было максимум метров сто, а лучше пятьдесят. Я помню, в свое время до шкафа переехали. Первый год у нас были мысли поехать в Украину. Ну, тогда еще в украинский Крым жить. Ну, по крайней мере, попробовать. Вот, а сейчас эти настроения усиливаются. Но жить мы туда переезжать не хотим. А вот на годик съездить, сменить картинку, обстановку, вдоволь объездить, вдоль и поперек весь Крым, очень даже хочется. Ведь Крым наш. Сколько время? Я думаю, что в шесть, я не знаю сейчас. В 17.46. Погнали? Да, да. Вот идешь, идешь так на остановку и встречаешь яблони. Короче, в этом году не только огромное урожай рябины, но и огромное урожай яблок. Объяснение оказалось очень простое тому явлению, что здесь на улицах растут яблони, вишни. Когда-то здесь не было города, когда-то здесь были деревенские районы, деревенские дома. Дома посносили, деревья частично поспиливали, а те, которые не мешали, те оставили. И с тех пор, как гуляешь по паркам или даже во дворах, очень часто встречаются яблони, груши, вишни, сливы. Все, что угодно. Вот в этом доме сейчас дают квартиру за 220 долларов. Двушку. Но Юлька сказала, что она убитая какая-то, ушатанная в усмерть. Но зато такой дом клевый. Ну, потому что в высоте находится еще и тснянка прямо под боком. Все, ребят, мы приехали домой. Вы все знаете. Кому видео нравится, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok